есть да итак всем привет мы на окружной ваша все говорили приедьте ваша что вы трогаете эко-маркет рассмотрите как мы проверяли к маркет давайте разберемся икра скидка 11 процентов девятьсот девяносто гривен 90 копеек как люблю девятки в чем у нее проблема икра в общем в сделано в 7 декабря двадцатого года да если видно отлично если маркировочку посмотрим вот давай 6 месяцев а температура видно от 2 до 6 градусов плюс плюс 1 температурный режим холодильника ниже давай вот видишь от 0 до плюс 6 когда его необходимо проверять сейчас 6 градусов и одна десятая то есть это это игра до 5 какого из виних она сделана 7 декабря до 7 мая правильно да то есть фактически просрочка вот на все лето все лето этой графе дело и ждала нас когда мы с ладом придем и найдем ее но сегодня и скидка вы можете успеть и дочка слушай он так хотелось икры по акции все заберем или часть я думаю часть там хватает в общем подходим рыба смотрим какие-то скидки слушай 42 процента но что важно при выборе рыбы не ориентируются на такие вот вещи как маркировка так посмотрим до 4 0 9 сегодня напоминает 5 5 5 5 до не 6 нет а это и число сегодня для тех кто в танке 5 сентября понял такое бывает ладно нас ошибается по дату прописала просрочно на один день так фильм салака бэгэ маркировочка видно просто есть тут салакой дгпг потому мы тут все бэгэ салаку снимаю заберем с маркировкой снимаем мы снимаем с продажи или на камеру мы снимаем и в прямом переносном смысле опять все возьмем или часть давай часть наверно обратите внимание зрители мы берем только по части не берем все потому что у нас есть законное основание утверждать что тут будет очень много просрочки вот остается видишь это все бэгэ вот так вот это все бэгэ оно все просрочно на один день к сожалению скидки сегодня на салаку нет не рекомендую знаю чем проблема мороженого раньше года три назад мороженое хранилось условно 10 и 12 месяцев 10 и 12 месяцев пробу слову сейчас хранится два года а я думаю поменьше поменьше чему это приводит смотри что это она сделана 23 05 20 года если бы по старым нормативам она была бы просрочена но в связи с тем что мороженое разрешили продавать два года это мороженое до 22 года видишь дома и 22 года но состояние его так она все такое да все просто оттаяла и замерзала обратно забыли в тепле где-то этот пищевой продукт дальше что меня смущает в этой всей истории что-то помятое пожеванное да видно что в этом году на море это мороженое не доехало потому не отдохнуло и жизнь его помяла в общем что же понятно это маркетинговые уловки по 100 грамм все указано туда критиковать не будем сейчас вот смотрите сукерки изи лайк сделано в январе 21 года срок реализации 120 дней или 4 месяца то есть до 24 0 5 тусы в мае здесь должны были много чего снять все эту движуху набираю пошуя буду ты хочешь а кто-то купит нету ничёте мы берем а как мы возьмем с тобой начали не знаю да давай не будем все брать да давай тут что-то возьмем вот показывать хорошая салат не эти просто дальше пока ты хочешь это забрать то же самое хочу я больше забирать 1000 будешь жаловаться что местный 7 бр всем и б разня 21 года 120 дип 7 0 3 плюс 4 месяца это получаем 7 0 7 июля то есть ну и я даже не знаю опять так чтобы дурак потому что будут говорить что мы сами все придумали да простая история простая история 180 давай мы этого спросим кого до конце 2 конца вайта оставим потом скажу что ничего такого не было да тоже хорошие конфеты на бюджетные для пенсионеров видишь 29 декабря двадцатого года до до сейчас 6 месяца вон видишь 6 месяц надо приближай потому что дальше снизить и а то критики а тут скажут что мы с тобой все придумали отсюда просрочка до 29 0 5 до май месяц слушаем уже сентябрь не он прохладно стало 5 снимать у нас нету пока нет смотри а чтоб не говоришь меню может и 3 карта что они маркировку не поменяли здесь они значит поставили что это август июль и тут две маркировки а тут две партии в одной в одной месте но такое делать нельзя но они засыпают две партии его два ящика надо как потом определить и какая из них никак они рассчитывают что не распродадут ну да то греческий вопрос слишком много от них просишь листами берем но я просто чтоб ящик не брал ну да хватит твоя халва вам и опять дальше твои отрубе туда вот смотри до 31 08 не фартанул давай покажу людям сегодня 5 сентября 5 0 9 поехали собирать 28 08 а вот эти вот эти ряды проекта смотришь то тут знаешь если нарушенная выкладка была надо перебирать все она нарушена видишь он восьмой месяц вылетает нижние полки на 8 должна быть наверху то есть она нарушена выкладка а верхнюю эту посмотри да опять но мы чужого не возьмем 28 08 ну тут вопрос в одно шпроты шпроты до третьего сегодня 5 заберем скажем как вы могли шпроты оставить так как только где они то есть некоторая это не наш с тобой проблем понимаешь этот маркировки это вот 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 этот скорее всего она тут никакой маркировки нет ничего не понятно когда упакована до которого кому что сделали что вообще мы не угадывали все что происходит и какие даты старик на вся маркировка тут указана когда упаковали и что его и раздирали все не видно когда упаковали. Вот такая жизнь. Когда упаковали и до которого оно угодно. То есть, как пример, тут тоже сдерто. Как пример, есть нормальное что-то где-то? Ничего нет. Где-то я видел нормально. Давай это берем. Мы просто будем долго разбираться. Я не собираюсь в целом магазине. Тут у них ассортимента несколько десятков тысяч товаров. Мы с тобой не можем все перебрать. Да нет, хочу как пример просто показать. Вот все сдерто. Вот остался пример, видишь? Вот. Была такая маркировка, в которой указывается жид и до, выгладывано, запаковано, в которое время. Вот. И вот, типа, походу оно все, но это решили скрыть, как мне кажется. Как я говорит, вверх, мне кажется, креститься нужно. Понял. На моем одном из любимых отделов это овощи, фрукты. В чем тут проблема? При неправильных условиях хранения? Пошли, зайдем. Ну, по-моему, все идет. Ну, вроде бы ерунда, да? Видишь? Что это такое белое? Блесень, конечно. А, это блесень такая? Ну, да. Ага, есть. О, видишь, тоже растерся внутри. Да, вижу, вижу. То есть, к сожалению, все желательно хранить в холодильничке. А то, что еще в холодильничке, оно идет на отдельный фокус. Давай я сейчас тебе покажу. Подвинем. Оно, видишь, всего лишь два дня, как они утверждают, этой малинки, да? Ага, да, не знаю. То есть, нарушена что именно тут? Я даже не знаю, что это было. Она не похожа на трехдневную малину. Ну, да. Думаешь, перепаковали? Ну, я к этому вопросу к производителю. Это не магазин дел. Потому что, смотри, раз такая. Сейчас, еще посмотрим. Тоже, видишь, третья, девятая. Смотри. Это по свету сыграю нормально, наверное? Да, да, да. Видно и так. Ну, просто песец в пол. Не трогай, то что? Ну, все. Теперь Владу осталось жить семь дней. Семь дней? А мне позвонят в телефон? Да, тебе позвонят, скажут, здравствуйте. Так, цена вопроса, покажи просто. Да, 125 грамм просят 41 гривна. Ну, да, нормально. Так она тут, смотрю, не одна такая, а? Ну, в ближайшее время, да. Ну, то есть, как бы, я не знаю, честно, что не случилось. Ну, вот, смотри, та же история. Вон она. Вот она росла. Напоминаю, что согласно закону о защите прав потребителя, если вы такое добро купили и не обратили внимания, вы всегда можете прийти, вернуть и забрать свои деньги. То есть, вам никто не откажет. Единственный момент, самый сложный, это всегда прийти и вернуть, понимаешь? Слушай, стоит космос 328 гривен килограмм. На базаре она еще до 200 стоит молитва. Вообще, за этой ягодкой пришел. Видишь, это лажина. Та же самая история. А, ну, видишь, плесень. И это все типа в холодильничке. Ну, ты же понимаешь, что это, видно, хранили без холодильника, решили спасти уже. Ну, смотри, мы пришли в... Там время шумно очень. Нет, страшно. А почему так много просрочки? 3, до 5, до 13, до 14, до 48. Ну, осталось 40 минут. Вопрос простой. Да, этот товар непросроченный. Этот товар непросроченный. Но почему на него нельзя было сделать скидку? 25%, 50% его бы забрали. А через 40 минут это она выкидывает. Вот, вот, понимаешь? Ну, вот оно. Зачем столько выкидывать? А дайте пенсионерам там 25% скидку хотя бы сделали, люди бы забрали. А так, просрочки моря, по всей покажи нашу тележку. Когда мы взяли чай, а скидок, ну, год наплакал. Была бы уценка нормальная 25-50%, ну, если самый идеальный 75, как я в Таиланде раз даже видел, то просрочки бы не было в магазине. Я видел. Ну, в Таиланде было 75% скидка на товар. Так это почти за неделю до подходящих сроков. Та-дам, тадам. Та-дам, тадам. В общем, время. 13.43. Сейчас мы хотим посмотреть, как снимают просрочку в этом магазине. Пошли. Кстати, такая, мы же ранее знаем, что там просрочка будет. Хотим посмотреть, сняли или нет. Ну, может, они же поняли, что мы в магазине за полтора часа гуляем. Ну, и что, в финал давайте это все вернем. Вернем сейчас администратору на утилизацию. Мы тут просрочку у вас... О, вернее, хотели купить товар, а нашли просрочку. Смотрите, у вас сколько всего тут. Собрался. По одной из теорий нас берут с избором, уйдем мы или не уйдем. Сейчас будем решить эту проблему, как-то ускорено. Извините, а кто-то может просрочку эту забрать? Добрый. Добрый. А то мы ждем, ждем кого-то. Смотрите, мы не сколько-то рыбу позабирали. До четвертого. Сегодня пятая. Это салатка. Вот та. Да. Салатка в БГ. Ну, вот та просто на маркированном БГ, чтоб не было. Дальше, вон, шпроты, мы их даже не нашли. Они не промаркированы. Третья, девятое. Ну, там много шпрот просто, но там маркировки нет. Вот эти конфеты январские. 120 дней. Ну, около 4 месяца. Такого добра. Это 6 месяцев, по-моему, до мая. А в этом я тут плесень. А они могут разобраться? Мы же не все вы сняли, не все конфеты. А сейчас я тебе кое-что покажу, от чего ты удивишься. Поехали. А теперь самый крутой туалет, который я видел в торговых центрах города Киева и области. Поехали. Это жесть. Это жесть, да? Это жесть. Спасибо. Такая, где жесть? Смотри. О-о-о-о. Я тебе говорю, есть пьесы люди или качают, это жесть. Чего, воняет, как будто? Воняет, да. Прикольный туалет. Я таких не видел. По маркировке, видишь, когда уборку проводили. Третья, сегодня пятая. Не спешат, не спешат. На выходные тут забивают. Суббота возгрессы, не уборки, не разобрались. Да, товарет прикольный. Сюда. У нас давление какое. Здесь, видишь, разобливается он сам. Видишь? Это еще муж-женский не такой, потому что он мужской угол. И там тоже девушки говорят муж-женский. Вообще, крутой колоник. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.